Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Максим Краснов, я генеральный директор компании Энергия Холода. И сегодня, в этот прекрасный осенний петербургский денек, мы решили записать видеообзор о градирных закрытого типа серии ВРЦ, они же испарительные конденсаторы серии ВРХ. В чем основная особенность градирин такого типа? Они оснащаются центробежным вентилятором, который расположен в нижней части градирни. Вот, как вы видите, вот барабан вентилятора находится в нижней части. В чем преимущество данного решения? Самое главное преимущество заключается в том, что градирни данного типа не обмерзают в холодный период года, то есть зимой, потому что воздух сухой засасывается в нижней части градирни и влажный воздух выбрасывается наружу через верхнюю часть. То есть вентилятор всегда находится в сухой зоне. Немаловажный фактор то, что солнечный свет не попадает в поддон градирни. Почему важно, чтобы солнце не попадало в поддон градирни? Как и люди, так и бактерии мы все живем за счет солнечного света. И когда солнечный свет попадает в поддон и там есть какие-то бактерии, то начинается бурное развитие, бурный рост зарождения, так сказать, новой жизни. Чтобы этого не случилось, мы полностью изолировали поддон градирни от солнечного света. Дополнительное преимущество вентилятора, находящегося в нижней зоне градирни, является то, что и двигатель находится внизу. Как видите, вот он двигатель. Мы можем легко его обслужить, поменять, отрегулировать, отремонтировать. Это очень удобно и безопасно для эксплуатирующего персонала. Интересной особенностью данных градирен является то, что воздухозаборные окна не имеют контакта с водой. То есть, как вы видите, воздух попадает через эти окна, проходит через вентилятор и только там, внутри градирни, воздух соприкасается с водой. То есть, фактически, мы гарантируем то, что обмерзание данных окон, оно исключено просто потому, что так сделана градирня. Окна забора воздуха в градирнях этого типа находятся по одной из длинных сторон. В чем преимущество данного решения? Во-первых, вы можете поставить градирню к стене. Во-вторых, на объектах, где есть повышенные требования к шуму, вы можете использовать данное расположение для снижения шума градирни. Пойдемте посмотрим. Вот глухая стена. Она не излучает шум. Соответственно, вы можете использовать это на своих объектах. Кстати, градирни такого типа очень удобно ставить, как мы это называем, спина к спине. То есть, видите, расстояние чуть больше, чем ширина моих плеч, позволяет обеспечить проход, доступ к градирни с обратной стороны. Продолжаем говорить про вентиляторы. Диаметр вентиляторов, которые применяются в данном оборудовании, составляет всего 800 миллиметров. То есть, это диаметр, который не требует какой-то дополнительной балансировки. Ну и вообще, если говорить про центробежные вентиляторы, они намного менее шумные по сравнению с вентиляторами осевого типа. Кстати, в одной градирни вы можете установить до шести вентиляторов. Таким образом, надежность градирни будет повышена. Еще немаловажный момент, что в градирнях такого типа мы можем установить горячий резерв. То есть, двигатель вентиляторов будет как в правой части градирни, так и в левой части градирни. И на одном валу. Таким образом, если один из двигателей выйдет из строя, то второй двигатель подключится, подхватит, и ваш технологический процесс будет охлаждаться без каких-либо остановок. Интересной особенностью данного объекта является установка сухопарника. Что такое сухопарник? Сухопарник — это теплообменник, по сути, как радиатор в вашей машине, который устанавливается в верхней части градирни. И жидкость охлаждаемая вначале заходит в сухопарник, охлаждается, а потом уже идет в основной теплообменник, где она охлаждается за счет орошения. В чем преимущество данного решения? Во-первых, нету видимого парения. Как вы видите, градирня работает на полную мощность, парения никакого нет. Второе преимущество заключается в том, что в холодный период года, зимой, градирня будет работать без орошения, то есть полностью в сухом режиме. Хотел особенно подчеркнуть эффективность наших каплюловителей. Смотрите, мы находимся на довольно большом холодильном центре. Это десятки мегаватт. Ни одной капли, как в обычных градирнях, когда вы рядом с градирней находитесь, вы неминуемо принимаете душ, что, наверное, летом приятно, но в межсезонье, наверное, не доставит большого удовольствия. Сейчас, как вы видите, ни одной капли нет. Это преимущество наших каплюловителей. Продолжаем говорить про сухопарники, уважаемые коллеги. Смотрите, мы находимся на большом холодильном центре. Он работает на полную мощность. Я уже говорил про то, что нету капель, которые образуются при капельном уносе, но и нету пара. Градирни, знаете, как называют, да, генераторы облаков. Мы не генерируем здесь облака. Абсолютно чистое небо над градирнями. Это особенно важно для объектов, на которых заказчики, обычно это элитные объекты, предъявляют требования по отсутствию внешнего видимого парения. Сухопарники обеспечивают это в полной мере. Сейчас я расскажу вам про принцип действия градирин закрытого типа и испарительных конденсаторов. Смотрите, внутри градирни установлен теплообменник. Этот теплообменник, он выполнен из гладких труб и он орошается водой. То есть вода заходит в верхнюю часть градирни и через форсунки орошает теплообменник. Вот вы видите труба, через которую проходит вода. Можно, кстати, потрогать трубу, она прям ледяная. И вода, стекая вниз в поддон градирни, она охлаждает этот теплообменник. Из поддона дальше вода забирается с помощью насоса, вот за этим кожухом спрятан насос. И вода поднимается наверх, и таким образом цикл замыкается. За счет чего вода охлаждается? Вода охлаждается за счет контакта воздуха и воды. Таким образом, градирня может снимать десятки мегаватт тепла и выбрасывать их в атмосферу. Когда мы разрабатываем градирни, у нас есть несколько приоритетов. Самый главный приоритет это, что градирня должна выдавать свою паспортную мощность. Второй приоритет, она не должна подвергаться коррозии. А третий приоритет заключается в том, что градирню должно быть удобно обслуживать. Посмотрите люк. Вы можете открутить эти барашки, забраться в этот люк и обслужить градирню изнутри. Дорогие друзья, сейчас я рассказал вам про работу градирен закрытого типа или испарительных конденсаторов серии ВРЦ, ВРХ. Понятно, что все тонкости эксплуатации, все детали невозможно записать в видеоролике. Поэтому приглашаем вас к нам на производство. Город Сертолова, Ленинградская область. Где вы воочию убедитесь в качестве нашего оборудования. В тех подходах к разработкам, которые позволяют нам с гордостью наклеить наклейку, сделанную в Санкт-Петербурге. До скорых встреч!